Они называли Майданы и поэтому поверил. Так объяснил свой доверчивый 48-летний Петропавловец, который попал на уловки интернет-мошенников. За день до того, как Юрий Фоминых стал жертвой злоумышленников, ему уже звонили и представлялись работниками банка. Сказали, что якобы на него кто-то оформляет кредит. Юрий знал, что так орудуют мошенники и прекратил разговор. На следующий день мужчине снова позвонили. Единственное, из-за чего купился, из-за того, что полностью Майданы, думаю, не может же быть удостоверения, никому не даю всегда с собой. А тут полностью Майданы, вплоть до того, что чуть ли не состав семьи и график работы мой на работе, когда что. Звонившие рассказали, что хотят выявить недобросовестных работников банка. Юрий решил помочь. По оказанию аферистов он взял кредиты в двух банках на 4 миллиона тенге. Эти деньги мужчина перевел на счет, указанный преступниками. Об обмане догадался лишь на следующий день. Мошенники продолжали звонить и придумывать аналогичные истории. Отправляли горожанина в другие банки для оформления кредитов. Юрий обратился в полицию. В последнее время участились факты, где гражданам стали звонить уже сотрудники банка, также начали представляться руководством департамента полиции. Напоминаем гражданам, что сотрудники банка и полиции не звонят и не просят персональные данные, не сообщают про сомнительные операции, тем более не просят перевести денежные средства на страховые счета. Сыроказахстанские полицейские просят жителей региона быть бдительнее, не отвечать на подозрительные звонки и, главное, никому не передавать свои банковские данные. Дарья Пашмынцева при поддержке пресс-службы областного департамента полиции.